Встреча с родителями, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга, состоялась в зале администрации Северского района. На приеме присутствовали представители Краевого комитета солдатских матерей. Открывая мероприятие, глава района выразил слова благодарности и заметил, что наша святая обязанность помнить о тех ребятах, которые погибли в вооруженных конфликтах в мирное время. Эта встреча – дань памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим страницам истории нашей страны. Проведение встреч с родителями и героями в районе проходит регулярно. Эти мероприятия позволяют оперативно решать актуальные вопросы с представителями всех ведомств и служб, которые осуществляют социальную поддержку семей погибших воинов. Благодаря неравнодушию и активности председателя Северского отделения комитета Надежды Обух налажена эффективная работа в области взаимодействия по вопросам различной направленности. Собравшиеся обсудили актуальные меры поддержки семей военнослужащих, а также пообщались на житейские темы. Мы не должны эту связь терять. Пока я здесь работаю, главой района, эти человеческие отношения не сохранятся. Я думаю, что и потом мы будем встречаться и общаться, потому что детей мы вам не вернем, дорогие мои. Но сохранить жизнь, помочь вам приобрести какую-то уверенность и быть всегда просто рядом, чувствовать, что вы не брошены. Это задача наша. И как власти, и как чисто человеческая. Краевой комитет солдатских матерей существует 29 лет. Он создан в разгар войны в Афганистане и других локальных войн на территории Кавказа. Женщин в комитете объединила общая беда. У каждый сын, проходивший службу в армию, или погиб, или остался инвалидом. Испытав горе на себе, они хотели бы своей работы добиться того, чтобы эта участь не постигла другие семьи. В зале районной администрации прошло еженедельное рабочее совещание. В начале встречи с 70-летним юбилеем поздравили почетного гражданина Северского района, первого секретаря районной партии Василия Соляника, человека, сделавшего много для нашего района. Юбилеар не остался в долгу и обратился ко всем с ответным словом. И хочу пожелать, чтобы все то, что есть, приумножалось, чтобы оно сегодня закреплялось, чтобы оно увеличивалось и чтобы люди нашего Северского района жили еще лучше, красивее и прекраснее. Первым вопросом на встрече рассмотрели состояние преступности среди несовершеннолетних по итогам первого полугодия 2018 года. С докладом по этой теме выступила начальник управления по делам несовершеннолетних Наталья Сердюкова. За отчетный период в районе совершено 9 преступлений 9 подростками. Возраст двух правонарушителей 14-15 лет. Среди поселений по подростковой преступности лидирует Северское, Ильское, Афибское и Новодмитриевское поселения. В большинстве случаев причина правонарушения – отсутствие должного внимания со стороны родителей. Остается сложная ситуация с преступлениями в отношении детей. За отчетный период совершено 41 такое преступление. Следующий актуальный вопрос – проблема переработки мусора. О реализации новой системы управления с твердыми коммунальными отходами рассказала главный специалист управления по координации работы ЖКХ Людмила Кондрашова. В Краснодарском крае действуют 11 зон, находящихся под контролем региональных операторов по утилизации твердых коммунальных отходов. Северский район входит в Абинскую зону. Здесь планируется строительство межмуниципального экологического комплекса. В него войдет полигон, сортировочный комплекс и перегрузочная станция. Она расположится на территории Северской свалки. В конце рабочего совещания участники встречи обсудили санитарные состояния в поселениях муниципалитета. В Северском районе завершено расследование уголовного дела о краже. Следствием установлено, что 34-летний обвиняемый похитил с домовладения своего родственника ювелирные украшения стоимостью более 60 тысяч рублей. Похищенные ювелирные изделия сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Санкции, инкриминируемые обвиняемому статьи, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Совет Федерации разрешил молодоженам выбирать день свадьбы. Новые правила одобрили на минувшей неделе и вступят в силу 1 октября. Сейчас брак регистрируют спустя ровно месяц после подачи в ЗАГС заявления. Одобренные сенаторами нормы дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно через портал Госуслуг. Принятие закона позволит сделать запись на красивые даты более честной. При наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака и до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова